Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 12 мая Проснулся и смотрю в окно Все тоже Те же холмы, покрытые лесом С той разницей, что вся эта бесконечная цепь холмов Где-то внизу, у наших ног Мы на перевале И перед нашими глазами вся беспредельная даль одиночества Всякое отсутствие жилья Та сказочная страна, где в раздумье у трех дорог стоял Иван-Царевич Те места, где слыхом не слыхать и видом не видать человека Какие необозримые пространства заготовлены страной для будущих поколений Десятки дней Мы задаем вопросы Что нового? Увы, все новое там, в Петербурге Станция с буфетом Все грязно Скартер, салфетка, вся обстановка, все убого Сломанный черепок ножа, металлическая вилка Доктор, благо поезд два часа стоит В ожидании заказанного Пользуется случаями, читает нам лекцию о том Как много значит сервировка и вкусный вид блюд Он рассказывает об опыте с собакой Которой сделали отверстие в желудке И когда эти собаки показывали и давали нюхать аппетитный кусок мяса Желудочный сок фонтаном бил из отверстия И этот же кусок, незаметно через отверстие, вложенное в желудок Не вызвал никакого прилива желудочного сока Из этого, господа, мягко ворковал доктор Вы видите, как важны любимые блюда Как нелепы те родители, которые заставляют своих детей Во что бы то ни стало есть то, чего они не любят В окна вагона видны и вокзал, и город Чита Чем ближе к Чите, тем меньше лесу Горизонт расширяется И перед вашими глазами необозримые, нетронутые рукой человека поля Город Чита небольшой, но придвинулся своими скромными постройками к самому вокзалу На платформе встречает нас масса военных докторов Остальных военных очень немного А все больше доктора и сестры милосердия Накидываемся на книжный киоск Сегодняшняя газета Читаем жадно, но все это уже читали в Иркутске Боже мой, говорит Сергей Иванович Если бы нам принадлежал весь мир Как поздно узнавались бы новости Господа, один из трех уцелевших ротных одиннадцатого полка В котором из тридцати четырех уцелело девять офицеров Под Тюринченом Указывает кто-то на одного офицера Смотрим Тонкий, худой армейский офицерик Поношенный мундир, погоны Все это потемнело, как потемнел и он сам Тень какая-то Кажется, он еще не совсем уверен, что все кончилось Но он уже уверен, что он-то останется таким же, каким стоит перед нами Точно с кем-то третьим все это происходило или еще будет происходить Весь он непередаваемая простота и скромность Нет слов, чтобы передать эту простоту Громадное сводится к чему-то очень простому Ах, как это все просто было Два дня боя А в последний день Сражение семь часов подряд Пока не пришел наконец, как прикрытие десятый полк Тогда они начали отступление А японцы перестали стрелять Аплодировали и кричали Браво своему благородному врагу А потом они еще шестьдесят верст шли И еще два дня ничего не ели А теперь он, этот офицер Пролежав в чете и вылечившись от ран Едет назад В Ляо-Ян Правда, что японские раны легкие? Очень Скажет солдатик Ваше благородие, я ранен в ногу И остается в строю Один был ранен в плечо И пуля через легкое прошла в бок А он остался в строю Но так, по совести Без пристрастия Скажите, какой солдат вас больше удовлетворит Смысл храбрости? Наш или японский? Офицер отвечает не сразу Наш, потому что у нашего веселее это как-то все выходит Японец же хочет умереть Раненый, он доползает до берега и бросается в реку Пленный колотится головой о камень Потом, когда обошлись Некоторые пленные говорили, что думали, что будут у них ремни из спины вырезывать А наши пленные как себя там чувствуют? Не слыхали? У меня один солдатик два дня пропадал Вдруг является Ты откуда? Из Японии Каким образом? Да не захотел оставаться Привели меня, посадили в сторонки и сами сели Сами рис едят, а мне чумизу дали Кушайте сами Дождался ночи и ушел А правда, что в атаку японцы идут в две шеренги Передняя падает и работает ножами снизу В то время как вторая шеренга колет штыком Так что таким образом на каждого нашего солдата приходится два Один сверху, а другой снизу Нет, ничего подобного У них прекрасно организованы резервы У них как в шахматах Самая маленькая фигурка защищена следующей Они, например, сажене на сорок подойдут Значит, в штыки А бросишься, они назад А резервы в это время расстреливают Назад не потому, что боятся А потому, что пакетами больше переложишь народу Чем каким бы то ни было штыком Ну, а нравственное впечатление у нашего солдата какое осталось? Можно справиться с такими врагами? Несомненно, что да А ведь какие же исключительно благоприятные условия для японцев Численность их в несколько раз большая Затем осадная артиллерия Ведь что это было? Удивляться надо, что и мы остались Нет, не обижая японцев, я говорю с полной уверенностью Что при сколько-нибудь равных условиях Русское войско окажется выше Это говорю при всем уважении к их храбрости и прекрасной тактике И теперь выяснилось уже очень важное наше преимущество Наше ружье сильнее японского Но их калибр меньше С ружьем такого калибра итальянские войска проиграли войну в Абиссинии Можно вам задать один нескромный вопрос? До войны, а лично вы как относились к японцам? Все тот же острый напряженный взгляд Считал их макаками Еще одна черточка в этом офицере Ласковый, готовый удовлетворить всякое наше любопытство Он не смеется Он ни разу не улыбнулся Он еще не начал смеяться? Говорит Сергей Иванович Пойдем поблагодарим его Предлагаю я Сергею Ивановичу Не смею Отвечает Сергей Иванович И своими умными и добрыми глазами смотрит на молодого героя Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok